Стали известны результаты исследования второго всеукраинского национального рейтинга влиятельности элита Украины, который попал в Книгу рекордов Украины. В течение нескольких месяцев экспертная группа политологов, социологов, журналистов и экономистов тщательно изучила влиятельных людей на региональном и национальном уровнях. Результатом этого стали 25 рейтингов самых влиятельных украинцев во всех областях страны и общенациональная сотня ключевых фигур государства. Если в первый раз эксперты международного экспертного клуба собрались и решили сделать такой рейтинг для того, чтобы оценить элиту нашей страны по меритократическому принципу в первую очередь, то есть оценить элиту со знаком плюс, оценить интеллект, творчество, социальную ответственность. То, как оценивалась элита в этом году, это деньги, сфера влияния, активность своего воздействия на них и связи. Влиятелями в Украине признаны представители власти и народные депутаты. На втором месте – бизнесмены, олигархи и мультимиллионеры. На третьем – руководство правоохранительных органов и судебной системы. В то же время общественные активисты, волонтеры, писатели, музыканты и ученые составили небольшой процент. Если мы говорим о том, какая элита рулит, кто действительно влияет на принятие решений, то можно с уверенностью сказать, что все-таки всем управляют деньги и должности. В топ-100 общенационального рейтинга вошли как политики, так и бизнесмены, спортсмены, врачи, общественные и культурные деятели, духовные лидеры. Возглавил список президент Украины Владимир Зеленский. Первое место абсолютно заслужено у Володимира Зеленского, не потому, что 73, не потому, что президент, а потому, что довіра, потому, что величезный кредит довіри. Не просто в период президентских выборов, а и потом в период парламентских выборов. Багато, в принципе, в месяц взяли «Слуги народу», как его партія, соответственно, на местах. Тим самым президент плюс парламент позволили сформировать уряд. И эта конфигурация, насправді, в Украине уникальна за всю историю Украины. Потому, что, ну, насправді, дозволяя президенту реализовывать всю свою программу, в принципе, в полной мере. И своей командой, в том числе, не оглядаючись на партнеров по коалиции, по политическим, вибачте за сленг, хотелкам и так далее. Тому, да, абсолютно, згідно довіри, підкреслюю, довіри людей, Володимир Зеленський зараз, дійсно, абсолютно обґрунтовано займає перше місце по рейтингу впливовості. А вот, що цікаве, цікаве, що далі. Рейтинг Одесской области возглавил крупнейший застройщик на юге Украины Однан Киван. В рейтинг также вошли и другие известные и влиятельные бизнесмены города и региона. В наших умовах, коли Україна зараз досі держава, яка знаходиться в стадії трансформації, трансформації політичної системи, трансформації економічної системи, ну, просто об'єктивно не може не бути впливу на суспільне державне життя капіталу, і особливо крупного капіталу. Більше того, наші ж, кого ми називаємо олігархи, вони не просто собі крупні бізнесмени, які мають великі обороти, великі прибутки, надприбутки і все. Вони ж крім цього, крім великих оборотів, прибутків, тобто вони крупні роботодавці, крупні платники податків, крім того, вони власники основних, найбільше рейтингових медіаресурсів, крім цього, вони впливають на цілі сфери, сектори економіки. В національний рейтинг влиятельності попало 8 одеситів. Среді них – местні бізнесмени і меценаты, председатель Одесського апелляційного хазяйственного суда і директор компанії «Монополіста», яка обеспечує водоснабженням як Одесу, так і її пригород. В цілому, в національний рейтинг влиятельності вошли около 700 человек. Його создав Международний експертний клуб і рейтингове агентство «Эліт-эксперт». Дякую за перегляд!